Труханова в отставку! Труханова в отставку! Труханова в отставку! Труханова в отставку! За раз, смотрите, сегодня приехало из Одессы большое количество активистов, которые приехали поддержать НАБУ, специализированную прокуратуру в деле Труханова, который, по сути, сегодня продолжает воровать, продолжает находиться на посту нашего известного, очень успешного города Одессы и разрушает фактически все возможности по развитию этого города. И мы ожидаем, что сегодня будет справедливое решение. Труханов должен уйти в отставку, потому что человек, который подозревает в воровстве бюджетных средств, не может быть мэром, не может быть. Он должен уходить в отставку, он должен терять свою должность автоматически, и это должно быть стать правилом для новой Украины. Никогда в жизни, в нормальной стране, человек, который... Вот представьте, что у вас есть компания или бизнес, и вы поймали своего сотрудника на том, что он занимается фактически воровством. Как вы его будете оставлять на этой должности? Вот здесь стоят представники полиции. Вот я хочу их услышать. Если у них сотрудник будет себя таким образом вести, он останется полицейским? Нет. Он останется в штате полиции? Нет. Так как же можно допустить, чтобы мэр, который подозревает в воровстве 180 миллионов гривен, может быть мэром и занимать эту должность? Поэтому очень много людей сегодня с Одессы, я так понимаю, несколько автобусов приехало, они поддерживают эту вымогу, они поддерживают специализированную прокуратуру, что мы не знаем, какое будет решение суда. Будет он осужден, не будет он осужден. Но самое важное, что он не может занимать в данный момент посаду мэра. И вот люди сегодня пришли подтримать эту вымогу, чтобы ВИН был высторонен. А суд сам же почался? Да, суд почался, но активисты, вы видите, вот посмотрите, фактически заблокирован тремя кордонами Национальной гвардии и полиции. То есть большая часть активистов, она вот сейчас на морозе здесь стоит и не может пройти. Вот это еще раз показывает, что это фарс, на самом деле это цирк. Мы прекрасно знаем, какое будет решение. И я хочу всех призвать поддержать Анатолия Мазура, вы знаете этого хлопца с Одессы. Потому что Анатолий, я не приветствую то, что он делает, но я приветствую, что у человека есть смелость пойти против всей этой системы и показать свою позицию. И вот сегодня мы здесь, мы как тоже Анатолий Мазур, мы пришли с мини-топорами, с такими деревянными топорами, которые полиция не может удержать. И это означает, что мы подтримуем и прокуратуру, и Анатолия, и подтримуем необходимые судебные решения, которые должны отстранить мэра от его посады. Я хотел бы добавить еще немножко информации. Вот, я сказал, 185 миллионов. На самом деле, речь идет о гораздо больших цифрах. Простым подсчетом, который владеет большое количество активистов, гражданских активистов в городе Одессы, мы, например, подсчитали, что за прошлый, 2017 год, из городского бюджета Одессы было выведено, в кавычках, более трех миллиардов гривен. И это, что касается только средств бюджета. Мы не говорим о коммунальных предприятиях и прочее, прочее, прочее. Из городского бюджета, который в прошлом году планировался как 87, почти 9 миллиардов гривен, было украдено 3 миллиарда гривен. И, в принципе, эти цифры, они вполне доказуемые. Потому что в Одессе распространено следующее. У нас покупают, ремонтируют дороги в два раза дороже, чем это стоит на рынке. У нас покупают тротуарную плиточку по цене в два раза дороже, чем ее можно купить в любом месте, даже в Одессе. И это делают компании и фирмы, приближенные к мэру. Это делают депутаты от городской партии доверять делам. Поэтому мы можем конкретно говорить о цифрах, о разбороне городского бюджета, о том, что в Одессе происходит в это время. У нас рушатся балконы, у нас рушатся фасады, рушатся дома. На самом деле уничтожается уникальное историческое архитектурное наследие Одессы. Вы знаете, если бы дома могли плакать, они бы у нас плакали. Потому что на самом деле Одесса замечательный, прекрасный город, в котором уникальная архитектура. Но, к сожалению, из-за тех людей, которые на сегодня пробрались во власть, Одесса уничтожается. И мы хотим этот город сохранить. Поэтому мы пришли сюда, чтобы сказать, что Труханов и его банда должны уйти. Они должны быть подвержены справедливому суду, понести должное наказание. Труханов должен сидеть в тюрьме. Слава Украине! 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 Были новые люди без опыта работы в комиссиях, которых купили не за дорого, я вам скажу, буквально там по 300 гривен на обличие вышло, ой, по 300 долларов, по 300 долларов, да, ну, 300 гривен. Вони переправляли ті всі документи, які везли в ЦБК районне, переправляли вручну цифри, робили, наприклад, там 300 чимось голосів, переправляли на 800, на 600. И вот так вот Труханов набрав свои 52%. И цей злочин одесситы помнят, вони не забывают. Так что, с приводу Трухановского майдана, стояли люди, и 1 вересня, когда большинство батьков, большинство активистов своих детей вели до школ, до детсадочков, Титушня, одесская Титушня, просто-напросто была бійка, запекла бійка. Вона тривала півгодини. Але все ж таки майданівцям пришлось вступити. Хто не вірит, будь ласка, в Ютубі є відео, є все це, ви можете подивитись. Труханов набрав свою армію, в нього є така армія муниципальна охорона, яка, ну, їм дають там роботу, вони пляжи, храняють там, будинки. От, наприклад, літо заквічилось, на пляжах роботи нема. То вони направили цих людей на ці міста, де в парадних бабушки сиділи, бабушки, от я тут по Києву, бабушки сидять. На ці міста відправили муниципальну охорону, вони замість бабушек сплять в парадних. Тому, ви розумієте, масштаб цієї злочинності, праванного та його команди, їм немає меж. Якщо зараз він знову повернеться в Одесу, при увісутися в півтора місяця, при всьому, що було в ЗМІ, вся Україна знає про Куханила, вся Україна знає про цього нахабу, про цього сепаратиста, який ходив з колорадською лентою, який підтримував антимайдан, який фактично, ну, там злочинів просто не перечести. І він зараз при Незалежній Україні, при нас, він нагло володіє містом і зараз повернеться. І від ці така безнаказність, така безкарність, вона буде мати шалені наслідки для Одеси, для держави. Ця вся бандитська, ця вся бандитська когорта, вона фактично так знахабніє, що мами пропонує. Я не знаю, як ми офідеємо. Труханова на нари! Труханова на нари! Труханова на нари! Труханова на нари! Я хочу рассказать уважаемым бойцам, которые тут мёрзнут, их заставили мёрзнуть, окей. Щод провисов Одеси. У Труханова є союзник політичний, це Ківалов, по кличке Петрохойць. Ківаловська по кличке Петрохойць, ребята, це союзник Труханова. У нього є телеканал, і з ним зв'язаний телеканал «Репортер». І ось несколько днів назад на каналі Ківалова «Репортер» «Репортер» Люди всі зали до єдиного за Труханова. Они насчитали Труханову 80% поддержки, як Путин. Труханова є вже як Путин, тому що його підтримка, по-моєму, 85%. Але прозвонило 3,5% за період цього ефіра. І вони сказали все. Я поставив в інтернеті в інтернеті. Вони сказали, що Труханов залишає історичні пам'ять, як Дом Русова, який відновити можна вже, і це уникальніший Дом, один і вільше. Вони сказали, що Труханов залишає нову мэрию около кладбища. Вони сказали, що у вас в студії немає оппонентів.